АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ У меня иногда бывает такое ощущение, когда он стоит за пультом, потому что, когда он взмахивает руками, какое-то адское пламя идёт от него, знаете? И такое ощущение, что на сцене стоишь и летишь навстречу этому пламени, и такое ощущение, что не страшно, а радостно. И действительно, за пультом этот человек, это просто какой-то смерч в хорошем смысле. Он сметает, вернее, не сметает, он отметает всё то, что мешает жить на сцене. Мне кажется, что вот один взмах «Бережёрской палочки» заставляет людей освободиться от всяких дневных забот, от всего повседневного, и уйти вот в тот мир, в который он зовёт, призывает своей музыкой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Я всегда нервничаю перед спектаклем. Если мне нужно только дирижировать, я все равно нервничаю. Потому что дирижер, даже если он не ставит спектакль, все-таки отвечает за успех спектакля. А уже когда ты ставил спектакль, взял на себя такую смелость, ты должен подумать и о том, что делается в оркестре, и думать о том, как построить спектакль музыкально. И невольно все время находишься на сцене, потому что каждое движение это то, что ты пережил сам. Во втором такте после первой ноты все остальные тише, тише, тише. Получишь там-ти-рам-тара-там-там-там-ти-ра-тара-там-пам. Ла-ра-там-пам. И даже может быть не там-ти-ра-тара-там-пам. Пожалуйста. Сюда. Конечно. А теперь. Для того, чтобы быть дирижером, нужно быть не только хорошим музыкантом, кроме музыкальных способностей, кроме способностей чисто мануальной, физических данных каких-то, я думаю, важная часть работы дирижера – это умение работать с людьми. Чем короче, тем лучше. Чем короче, тем лучше. Ни-та-та-ти-а-там-пам-пам-пам. Четвертое. Да. Пожалуйста. 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 музыканта из музыканта годами выбивают что ли артиста и вот дирижер должен это артистизм этот каждого исполнителя это желание играть не пальцами не губами а играть душой вот это должен каждый раз суметь разбудить у музыкантов деленский привычное желание одна одна привычная девочки можно и можно и этим обращаясь к себе я сам я сам очень счастлив но сегодня наедине своей душой я изведу над этой страстью честный звук певцов в опере к сожалению часто мы слушаем певцов в опере когда они выходят и не имеют никакого отношения к спектаклю в котором они участвуют они выходят спеть свою арию это их беспокоит их беспокоит верхние ноты их беспокоит как он прозвучит потому что голос это чрезвычайно тонкий инструмент и он утром может быть здоров совершенно а к вечеру к спектаклю у него этот инструмент может не работать так как он хочет поэтому у них тысячи волнений у солистов оперы ему нужно еще делать вид что он не смотрит на дирижера ему нужно делать вид что он играет еще понимаете а вот заставить его забыть технологию певческую выучить его отрепетировать так чтобы он мог петь не глядя на дирижера слушая музыку и чтобы он знал вообще зачем он вышел на сцену и для чего он стоит на сцене и что он хочет сказать и точно обозначить его место в конструкции спектакля чтобы это был спектакль а не анимация оперных ари которые идут друг за другом и когда певец умеет слушать не только свой прекрасный голос как ему всегда кажется но и прекрасный голос своего партнера когда он умеет ни на секунду не выключаться из смысла спектакля когда он не изображает героя а является этим героем тогда опера становится операми есть еще масса конечно требований но это вот такие первые основные в общем задачи а они и и и и ПЕСНЯ 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 Вы знаете, люди с тех пор, как написана эта опера, они выдумали машины, самолеты, придумали много компьютеров. Жизнь стала быстрой, суетливой. И мы постепенно стали забывать, может быть, то самое главное, что составляет человека. Мы забыли понятия, то есть не забыли, но эти понятия стали на втором плане у человека. Это понятия честь, дружество, благородство. Это понятия неприходящие. И то, что мы сегодня немножко стали забывать об этом, живем суетно слишком. И напомнить зрителю, что благородство, честь, это то, о чем говорит спектакль «О некем». ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 к нему. Так близко. Поэтому каждое время, каждая эпоха будет прочитывать спектакль. По-своему, конечно. Но мы думаем, что мы еще на шаг приблизились и к Пушкину, и к Чайковскому. Точно так же, как есть театр Верди, есть театр Багнера, эстетика этих авторов. Точно так же есть театр Чайковского. И одним из самых, если не самой высшей достижения театра Чайковского являются «Пиковые дамы». Если при постановке Евгения Онегина рядом с клавиром у нас лежал домик Пушкина, потому что здесь они неразрывны совершенно. И именно поэтому мы могли и участники этой постановки могли по возможности приблизить Чайковского к Пушкину и наоборот. То при постановке «Пиковой дамы» мы, конечно, перечитывали пушкинскую пушкинскую пиковую, но ставили спектакль, не оглядываясь, собственно, на то, что написал Пушкин. Потому что это произведение оригинальное по поводу пиковой дамы Пушкина. Но все, к чему прикасается Пушкин, даже если его переделывают, фабулу все переделывают, как это произошло в опере «Пиковая дама», и несмотря на это, прикоснулся к этому Пушкин, и дух пушкинский все-таки в этом спектакле есть. Вообще, для человека, говорящего по-русски, я думаю, не только живущих в нашей стране, а живущих в мире, человек, говорящий по-русски, не может не преклоняться перед Пушкиным. Он может обратиться к Пушкину с сомнениями, он может у него учиться жить и учиться даже умереть. И в этом смысле, ставя спектакль оперный Чайковского «Пиковую даму», мы все-таки сверялись с духом пушкинской процы. Самое главное — это не погрешить ни Пушкину, ни Чайковскому так откликнуться на этот зов из глубины времени, чтобы никому не было стыдно, совесть не была бы ущемлена, оцарапана. И вот это — самая главная задача нашего театра, Кировского. И я думаю, что Юрий Тимирканов с этой задачей справляется, потому и эти спектакли идут, они, наверное, не царапают душу и остаются в памяти. Я вас люблю, люблю безмерно, Без вас не мыслю дня прожить, Я подвиг силы беспримерной, Готов сейчас для вас свершить, Но знайте сердца вашего свободу, Ни чей я не хочу стеснять, Готов скрываться вам в угоду, Пепел ревривых чувствуяк На все, на все для вас готов я, Не только любящим супругам, Сухой, полезным иногда, Желом я быть вашим другом И утешителем всегда. Но я сновиджу, чувствую теперь я, Куда себя в мечтах соблют, Как маном вас ко мне доверья, Ох, чушь ты я, как тарёк, Ах, я в черзаю слепой дарью, Со стражду я всей душой, Печалью свашенья печалью, И плачу по шею слезой, Ах, я дерзаю с этой дарью, За стражду вам я всей душой, Я вас люблю, люблю безмерно, Я без вас не рыслю дня прожить, Я подвиг силы беспримерной, Готовь сейчас для нас свершить, О, милая, доверьтесь мне! Что вы нас всей повесили? Вам страшно? Вам страшно? Беда, беда! Верно! 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 Одна, как берег моря суеты, Нам всем привежище она. Кто ж ей, милей из вас, друзья, Сегодня ты, а завтра я. Так просто же борьбу, ловите миг удачи, Пусть неудачник плачет, Пусть неудачник плачет, Укрянет свою судьбу. АПЛОДИСМЕНТЫ Юрия Хатувича Тимирканова я знаю много лет тому назад. Познакомился с ним, как это ни странно, в этом Большом норматическом театре, Где он служил в свои студенческие годы у нас оркестрантом, играл на скрипке. Это было наше первое знакомство, И я видел, что этот оркестрант тогда очень живо интересуется театром, как таковым. И это сразу как-то привлекло мое внимание к нему. А потом он стал дирижером. Потом он стал известным дирижером. Потом он стал выдающимся дирижером. Теперь это дирижер с мировым именем. И за все эти годы наши отношения как-то переросли в дружеские. Мы с ним часто встречаемся. Я люблю в нем, помимо его высоких качеств, как музыканта, Удивительно тонкого, мне кажется, неожиданного. Его дирижерское искусство очень индивидуально, Как всякий художник, за ним ощущается индивидуальность. Дирижирует ли он симфоническим оркестром, дирижирует ли он оперой, Везде эта индивидуальность прочитывается. Я всегда получаю большое удовольствие от его дирижерского мастерства и искусства. А человек, он удивительно контактный, веселый, остроумный. Общение с ним всегда доставляет радость. И то, что вот сейчас о нем передача, меня лично очень радует. И хотя я в этой передаче в процессе съемок с ним не вижусь, Именно поэтому хочу ему передать всякие добрые пожелания. В его творчестве, в его работе, в его гастролях, в его работе в театре, В его личной жизни, во всем, во всем. Он этого более чем заслуживает. Было бы неполным не сказать о Тимирканове в жизни, Что он удивительной доброты человек. У нас в театре к нему толпами ходит с любыми просьбами. И все, что может, он обязательно делает. Я был у него дома, на родине. Как его там обожают. Как он относится к своей матери. Это удивительные чувства, которые характеризуют мужчину-художника С самой высокой, самой божественной стороны. Вероятно, вообще, Кавказ для меня гораздо больше, нежели просто место, в котором я родился. Когда я пересекаю границу Кабарды, я уже себя чувствую дома. Туда приятно ездить, потому что, кроме того, что к вам относится чрезвычайно тепло, Кроме этого, ты еще видишь массу Тимирканова. Все Тимиркановы, причем самые неожиданные люди. Тимиркановы, причем неожиданные люди. О Ленинграде я могу говорить, как о любимой женщине. Потому что этот город вообще меня вырастил. Кроме тех замечательных педагогов, замечательных музыкантов, Которых я встречал, которые оказали на меня огромное влияние. Может быть, не меньше, чем консерватория, которую я дважды заканчивал. Может быть, не меньшее влияние на меня оказало именно город. И вообще этот город, мне кажется, как собор, в котором нельзя дурно жить. Считается, что Юрий Тимирканов рожден для симфонической эстрады. И где бы он ни выступал, в Москве или в Нью-Йорке, в Ленинграде или в Лондоне, Всегда слушатели восторженно ему аплодируют. И не только слушателями, но и музыканты тех оркестров, с которыми он выступает. И действительно, это выдающийся симфонический дирижер. Но сейчас уже все с такой же равной мере говорят о том, что это и выдающийся театральный дирижер. Потому что так, как он дирижирует и русскую классику, и оперы советских композиторов, это все, по-моему, блестяще. Субтитры создавал DimaTorzok И когда мы работали над Петром Первым, все-таки у нас были какие-то традиции, на которые мы могли опереться, которые мы могли как-то развивать. То когда мы делали спектакль «Маяковский начинается», тут, в общем, все было вновь, и все приходилось пробовать, приходилось искать, и не только за инструментом в кабинете главного дирижера Кировского театра, но и прямо на сцене, вместе с оркестром, с артистами, с хором. И я думаю, что, конечно, мне было бы очень трудно сделать вот такой спектакль о первом поэте революции, если рядом со мной не было бы вот такого творческого единомышленника и такого верного друга. Что мне делать, если я вовсю, всей сердечной мерою, Жизнь, силу, всей мир, верю, верю, Вам ли понять, почему я спокойный? На смешах грозою душу на плене несу Попеду грядущих дней С небритой щеки площадей Стекая ненужной слезою Я, быть может, Последний поэт Приниги все ко мне В тормал молчание Кто б был от того, что бедни помни дуги Я вам открою словами простыми, как мчание Наши новые души Судящие, как фонарные дуги Я вам только головы пальцами трону И у вас не растут кубы для огромных поцелуев Язык родной всем народам Родной всем народам Юрий Хатович прекрасно рисует Я думаю, что он, если он не был дирижером, он мог бы быть, наверное, замечательным художником Насчет прекрасно рисуя это немножко, как говорил Марк Твен, знаете, слухи о моей смерти слишком преувеличены Хотя, хотя, вы знаете, я вообще, моей детской мечтой было стать художником Но вот так получилось, что все-таки я художником не стал, но любовь у меня осталась детская Моя любимая тема, это Игорь Алексеевич Да мне очень нравится, только он всегда почему-то волос жалеет у меня Бород уже все рисует Вот Андрей Петров у меня есть Такой И вот такой есть Это уже такой Портрет Это уже не шарш А это вот то, каким я стану, если даст Бог прожить еще, каким я должен быть А вот это такой, какой я сейчас, если вы хотите, я вам покажу Может быть, я немножко приукрашиваю себя, правда? Ну, примерно что-то такое Замкнуться только в театре мне бы было немножко грустно Я отделю свое время между оперой и симфоническими концертами Игорь Алексеевич 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 работать с партитурой, потом со страхом выносить это перед оркестром, встать. И всё-таки до конца ты никогда не знаешь... Во-первых, ты никогда не достигаешь того, что ты хочешь. Даже с самыми лучшими оркестрами. Всегда есть доля компромисса между тем, что ты хочешь и что получается. Поэтому сказать, что вот это сделано хорошо, нельзя никогда. И поэтому вот это то, что грезёт тебя всегда, отравляет, конечно, жизнь. Правда, в концертах мы делаем вид, что всё прекрасно, улыбаемся, иногда получаем цветы, но когда ты уходишь домой, всё-таки всё время сидишь и думаешь, это не получилось, это не получилось. здесь хуже, вот это могло бы быть лучше. И практически, я думаю, что никогда не было у меня ни одного концерта, когда я пришёл бы домой и сказал бы, прекрасно. Спасибо. 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 Продолжение следует...